Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас снимаю ваш Таро прогноз на следующую неделю. Смотрим и анализируем период с 4 по 10 июля 2022 года. Помогут нам в этом викторианское романтическое Таро, а также оракул символом. Поэтому настроитесь пожалуйста на расклад и на получение информации. Будем с вами смотреть, анализировать и делать выводы. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Что мы здесь видим? Пажезлов луна и тройка кубков. Начнем с того, что по этим картам это может быть вопросы какого-то девичника, собрания, праздника, куда вы будете приглашены. Как я говорю, попойки. Помимо всего прочего, это знаете, как быть в туманном настроении. Потому что луна, тройка кубков, это еще длительный период отходить от какого-то мероприятия, какой-то вечеринки. То есть это такой посталкогольный синдром. Небольшое может быть алкогольное отравление, когда идет интоксикация. Если смотреть в целом по этим арканам, известие о зачатии и о деторождении, все три карты, карты зачатия. Поэтому кто особенно планировал, кто, скажем так, работает над этим вопросом, все у вас должно получиться. Еще карты, которые указывают на ситуацию, когда будут сорваны маски с вашего окружения, либо слистских друзей. Потому что здесь как увидеть истину. Причем здесь по этим картам, это знаете, как по ситуации, когда вы в первую очередь понимаете, кто рядом с вами, почему рядом с вами и какие корыстные мотивы преследуют. Если мы будем смотреть и анализировать ситуацию с точки зрения личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то здесь, как мы видим, это знакомство в кругу друзей, в какой-то вот компании. Потому что здесь арканы указывают на ситуацию, как при помощи вашего окружения обзавестись новыми знакомствами. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то, во-первых, повторюсь, тут звучит тема зачатия, может быть. И такой момент, что знаете, как вас здесь могут одурачить. Потому что по этим картам, по жезлов луна, тройка кубков, это указание здесь на ситуацию, что вас вводит за нас. Обещают одно, по факту другое. И здесь это будет желание прощупать почву и исправить, искоренить этот момент, эту ситуацию в целом. Если вы в стабильных связях, то, опять же, у вас здесь может появиться искушение. Потому что по дьяволу это кто-то по отношению к вам будет активно проявляться. Это может быть какой-то флирт, новые эмоции. Потому что, видите, здесь по жезлов луна, тройка кубков. Это как вопрос альдюльтера, либо приглашение к любовному треугольнику. То есть сама ситуация, которая вас искушает. Но, помимо всего прочего, не для всех. Наверное, для 5% тех, кто меня смотрит. Это вывести вашего партнера, либо партнерши на чистую воду в плане нечестности, неискренности. Но это касается больше вопросов личной жизни. Крайне редко. Почему говорю личной жизни? Видите, тут варка на дьявол в этой колоде. Искушение. То есть человек подается каким-то соблазном. Это либо здесь, как я говорю, загулы, либо вопросы каких-либо зависимостей. То есть алкогольной, игромании, наркотической. То есть это как раз бороться с этим. Если органы смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете и не можете работать, то по жезлов луна, тройка кубков, это получать плановые пособия здесь на детей. Может быть помощь от детей, если у вас дети взрослые, сами уже себя обеспечивают. Ну и помимо всего прочего, видите, тройка жезлов. У вас здесь ситуация стабильная, потому что есть что-то в кубышке, есть про запас. Чувствуйте себя более-менее комфортно. Если вы ищете работу, у вас для этого есть ресурсы, то здесь королю жезлов это благодаря знакомым по протекции получить трудоустройство. Конечно, не совсем вам этого бы хотелось, потому что по жезлов луна вы не любите кого-то просить, но ситуация, так сказать, к этому вынуждает. Поэтому тройка кубков король жезлов это прибегнуть, либо воспользоваться этими связями. Если вы являетесь наемным сотрудником, то по аркану суд. Это могут быть знаковые изменения, кадровые перестановки, начиная от смены руководства, до у вас, знаете, как смены должности. Потому что по жезлов луна, тройка кубков это праздновать. Но как вариант открытия нового филиала, либо расширения возможности вашего предприятия, как следствие вы здесь можете пойти на повышение. Если же у вас свой собственный бизнес, то здесь по десятке мечей я не могу говорить о его закрытии. Я могу сказать, скорее всего, отстранение от текущего положения вещей и дел. Так у вас может быть отдых, отпуск. Потому что здесь все карты, знаете, как отсутствие, знаете, как беспокойства за бизнес, за работу в целом. Давайте с вами уточним. Видите, двойка мечей. Это не бизнес закрыт. Это просто вы отстранились на текущем этапе от каких-то событийных дел и кому-то перепоручили, проделегировали, чтобы люди вели и заботились о вашей структуре. По состоянию здоровья. Если не говорить о вопросах беременности, это вопросы гормонального фона. И большой такой акцент просила бы вас обратить внимание на вопросы диабета либо инсулино-резистентности. Потому что по этим картам, это знаете, как у многих может быть повышен сахар. Лучше, знаете, как перепроверить, чтобы не привести к каким-то более серьезным, более глобальным проблемам и держать это, контролировать в норме. Если мы с вами посмотрим негатив. Пятерка чаш, пятерка мечей, королева жезлов. Ну, во-первых, это знаете, как сетовать. Потому что пятерка кубков, пятерка мечей, королева жезлов. Это обида, что вами перенебрегли. Больше это касается вопросов любовного треугольника. То есть это обида, это желание дать партнеру прочувствовать ту же самую боль, которую он заставляет вас чувствовать. Но не могу сказать, что отомстить. Нет, здесь вопрос не вместе. Здесь желание устранить конкурентку или соперницу. Еще по этим арканам. Сейчас дотянем вас падать солнце. Это ситуация, когда ради повышения, ради каких-то перспектив, каких-то благ вам нужно будет не то, чтобы идти нечестным путем, но устранять конкурентов на своем пути. Как следствие, это в чем-то может быть нечестная игра, дабы убрать соперника, в частности соперницу, и добиться своих результатов. Почему падать в негативе? Ну, как будете переживать по этому поводу, либо может мучить совесть. Совет. Семерка кубков. Осторожней с вашими желаниями. Здесь рыбак закидывает не в отводу, и одновременно несколько. Это, знаете, попытки собрать все сразу. И рыбу, и, видите, какой-то, как говорится, крупный улов. То есть, почему осторожней с вашими желаниями? Они имеют свойство сбываться. Вопрос в другом. Будет ли вам этого блага? Поэтому здесь, так, системно к этому подходим. Сейчас посмотрю с вами неожиданность периода. Карта, кстати, у вас здесь замечательная. Объясню, почему. Потому что у вас здесь ложится птица феникс. Это карта возрождения. Это арка новых возможностей. Это, в первую очередь, для вас перспективы роста. Социального, финансового, карьерного. Это, знаете, как преобразование через какую-то боль и потеря. То есть, если это отношения, это могут быть действительно вопросы предательства. Потому что, знаете, как все ломается на бытовом уровне в жизни. Потому что здесь послопа карты. Не ждите от окружения приятных поступков. И здесь, вследствие этого, идет изменение текущего положения вещей, как вследствие жажды обновления, возрождения. То есть, у вас будет позиция выжить, несмотря ни на что. Ну, это как вопрос болезненной трансформации. Но совет, если что-то вас уже обременяет, после этого бросить все и начать новую жизнь. То есть, это даже может касаться вопроса отношений. Если вами пренебрегают, и вы ловите человека на предательстве, то не спускайте этого с рук, не прощайте. Ну, а я хочу все-таки весь этот негатив перекрыть позитивом. Пусть это все канет в лету, в небытие. Пусть с вами всегда пребывает радость, солнце, новые возможности. И, опять же, вопросы возрождения. Будьте сильными, несмотря ни на что. Я вам искренне все души этого желаю. Вот таким у вас вышел расклад на эту семидневку. Пусть отыгрывается только в положительных событиях. В любом случае, от вас жду обратной связи по прошествии времени. Вас искренне благодарю за внимание и до новых встреч!